Друзья, всем привет! Вы на канале Russian Path. Меня зовут Анастасия. И сегодня мы говорим с Ольгой Михайловной о советской эпохе. Многие из вас интересуются, как жили люди в Советском Союзе. Какая была жизнь? Было ли это время тяжёлым? Или наоборот, оно было счастливым? Так вот, сегодня у нас в гостях как раз человек, который жил в Советском Союзе. И сейчас мы, Ольге Михайловне, просим, как же это было. Смотрите до конца. Я вообще родилась в Украине. Я родилась в Украине, Луганской области, город Зимогорье. Наши родители развелись, и мама переехала к своим родителям в Челябинскую область. Вот, я там училась, в Челябинской области, станция Джабык. Я окончила там восьмилетнюю школу. Вот, и потом поэта уехала в школу-интернат, потому что было восемь классов только у нас на станции. И два года тогда было образование, десять классов. И девятый-десятый класс я училась в Веленинской школе Челябинской области. Вот, потом я закончила, поступила учиться. Вот, закончила учиться, вышла замуж. Мой муж Александр Загуменов. У нас родился сын в восьмидесятом году. Мы переехали в начале в город Салават, Башкирия. По распределению он муж закончил. Вот, потом мы переехали в Вежест. Там, потому что у него жила сестра. Вот, и мы тут что-то как-то обосновались. И у нас тут лучше было, и работы больше было. Ну, то есть вам удалось пожить в разных частях Советского Союза. И на Украине. Я родилась в Украине. И в Сибири. И в Средней полосе. В Ижевске, да. Вот, и сейчас на данный момент проживаем город Ижевск, Удмуртской республики. Вот, мы уже на пенсии. Муж на пенсии, я на пенсии. У нас один сын и внук Вадим Загуменов. Внук изучает английский язык. Сноха и сын тоже изучает и хорошо владеет английским языком. So, Вадим, what would you like to wish our viewers, our students? I want to wish you to continue to learn Russian. I know that it's hard for you, but I know that you will learn it. And you can talk with Russians on Russian. And don't give up. See? Don't give up. Keep learning. And you will be speaking Russian like Вадим speaks English. Вы сказали, вот, что вы закончили школу, поступили учиться. А какая у вас была специальность? Где вы учились? По какой специалии? Я окончила Ижевский политехнический техникум. Образование я бухгалтер. Я закончила факультет бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. Вот, и затем я устроилась на автозавод, Ижевский автомобильный завод. Вот, я там работала мастером сменным на производстве. Потом я перешла в отдел труда и зарплаты. Там работала инженером по организации и нормированию труда. Затем я прошла все этапы и работала начальником бюро. Вот, в 2009 году меня сократили. Вот, и я там несколько месяцев не работала, состояла на службе занятости. Мне можно было уйти на пенсию, потому что у меня там был полувредный стаж. Вот, но я сказала, что я не хочу на пенсию и не готова к пенсии, и я хочу работать. Вот, я себе нашла работу, и сейчас на данный момент я уже 11 лет работаю в фирме ФМС. А вот ваша первая работа после политехникума, вам тоже её дали по распределению? Да, я работала в магазине. Да, я работала в магазине, это был гастроном номер 26 города Ижевска. Вот, я работала кассиром. Вот, наши зрители интересуются, какое было образование, то есть, было ли оно бесплатное в Советском Союзе. Вот, мы с вами знаем уже, что и работу давали, да, вот обязательно. Да, распределение. Извините, было распределение. Заканчивали учиться, и было распределение. Вот, надо было отработать. Или там, если вышел замуж, то там уже можно было переехать в другой регион. Ну, то есть, вот это место вам дают после университета, да, или после техникума? Да, да. И вы там обязаны какой-то срок отработать? Да, так было. Мы, я и муж, мы учились бесплатно на бюджете. Мой сын родился в 80-м году, вот, и закончил школу, лицей города Ижевска. И поступил в Ижевскую государственную медицинскую академию тоже на бюджет, бесплатно. Он учился. Он закончил медицинскую академию, вот, потом прошли курсы, это, интернатуру, ординатуру, аспирантуру. Это было всё бесплатно. И Сноха, тоже Сноху зовут Алла Загумёнова, она тоже училась на бюджете, бесплатно. Да, но это ещё были 80-е годы, то есть в 80-е годы ещё было больше возможностей учиться бесплатно, я правильно понимаю? Да, ну, наверное, да. Но сейчас тоже ведь учатся студенты бесплатно. Но есть бюджетное образование бесплатно, есть целевое и есть платное обучение. Да. Три вида обучения сейчас на данный момент, в высших учебных заведениях. А вот до 80-х годов, вот, когда вы были студенткой, все учились бесплатно? Все учились бесплатно. Все тогда, на тот момент, учились все бесплатно. Такого, чтобы платно кто-то что-то, такого не было. Учились все бесплатно. А как вообще проходил процесс поступления в ВУЗ или в среднее образовательное учреждение? Допустим, человек заканчивает школу и сдаёт выпускные экзамены сначала, потом вступительные экзамены. Как проходили вступительные экзамены? Там тоже был конкурс. Мы сдали экзенционные экзамены, мы сдавали вступительные экзамены. И там, если прошёл по конкурсу, то, значит, поступил. Если нет, то на следующий год готовишься. И ещё вторая попытка, может, ещё и третья. То есть поступаешь, пока не поступишь. Пока не поступишь. Но это было бесплатно. Это было бесплатно, действительно, да. Это было так. А сейчас у нас как? Не поступил, плати деньги, тебя зачислят, правильно? Да, тогда такого не было. Обучения платного не было. И мы ещё получали стипендию, и общежитие было бесплатное. А что можно было вообще купить на стипендию? Можно было прожить стипенду на стипендию? Да, на тот момент это действительно было можно прожить на стипендию. Стипендия была 40 рублей. Вот, если на проезд, там, допустим, к родителям, у меня было 30 копеек на электричку. И мы вполне могли прожить на эти деньги и даже в кафеш какие-то посетить. Но единственное, мы не могли на тот момент какие-то вещи, могли даже купить на эти деньги. Не могли купить себе, допустим, ну, как у нас так говорят, зимнее пальто. Шапку, зимнюю шапку. Но это было дорого. Это было дорого. Это, конечно, родители помогали купить. А так на стипендию можно было вполне прожить. Но, конечно, там не то, что шикарно. Не шикарно. Не шикарно. Но никто и не шикарно. Никто не шикарно. Пончики, там, кушать, пообедать. Ну, и из дома, конечно, привозили деревенские продукты. Это был творог, молоко, мясо, сало. Никто зимой его никто не отменял. Мы всегда это кушали и вот так жили. Нормально жили. Нормально даже не бедствовали. Это было интересно. Это были студенческие годы. Это было очень интересно, потому что были молодые и могли ещё устроиться на тот момент на подработку. Вот я училась, когда я ещё устроилась подрабатывать в больницу. Я там стирали халаты, это была прачечная, я их не стирала. Я только гладила, утюжила, так скажем, как правильно сказать, или я не знаю, как там. Гладила, утюжила, и вот это тоже были деньги, я подрабатывала в больницу. А сколько вам платили вот за эту подработку? И платили тогда даже больше, чем стипендия была. Потому что чем больше часов, потому что мы уже усвоились, мы уже адаптировались и, так скажем, уже могли побольше поработать. Времени свободно появилось больше, потому что мы уже на тот момент адаптировались. То есть у вас хватало времени и на учёбу, и на работу? Да, у нас хватало времени и на учёбу, и подготовиться, и мы подрабатывали. Мы могли подрабатывать каждый день, могли подрабатывать не каждый день. Вот, и у нас даже подработка там, она была выше, чем стипендия. И это было вообще очень шикарно, это было очень здорово, это было очень прилично много денег по тем временам. Ну да, особенно для студентов. Да, для студентов мы могли какие-то там себе штучки интересные покупать. Мы могли покупать косметику там, в кафе сходить, когда в кафешке были. Вот, и какую-то там обувь пошикарнее себе позволить. Вот такие были студенты раньше. Да, ну я так понимаю, вам, как женщине, хотелось тоже что-то вот как-то принарядиться. Ну да, да, да. Но в то время, в 80-е годы вы спрашиваете, на тот момент был, конечно, дефицит вещей. Да, это надо было, чтобы там что-то купить, это надо было постоять в очереди. Иногда вот купишь удачно без очереди, а в основном это были, конечно, очереди. Это, конечно, вот, тратилось время на это, очереди. Ну, а свободное это время у вас всё-таки было на отдых? Было, было. Время на отдых было. Мы ходили в парки, мы ходили по паркам, мы могли в кафе, мы могли позволить себе съездить к родителям, к бабушкам, тебе вот, и так, ну, и вечера были, конечно. Вот вечера в плане того, что были те вечера, в которых мы могли танцевать, дискотеки посещали, в кино ходили, в советские кинотеатры были, в кино ходили, потому что не было вот этих всяких видеомактофонов, в телевидении было две программы, и мы ходили, у нас в общежитии вообще не было телевизора, мы ходили в кино, мы ходили в кино, вот, и тогда нам по тем временам, то, что мы получали стипендию ещё с учётом того, что мы подрабатывали, нам достаточно было денег, чтобы мы позволили себе сходить в кино. Да, кстати, вот о кино, мне очень нравятся советские фильмы, я думаю, они самые лучшие, сейчас уже таких фильмов не делают, я думаю. Вот какой у вас любимый фильм? Есть ли? Или у вас, я понимаю, что сложно выбрать, какой-то один фильм сложно выбрать, но какие, может быть, несколько фильмов вы назовёте, которые вам очень нравятся? Мы тогда, я говорю, что вот это было, это «Джентльмены удачи», это наше, мы его смотрели не один раз. Вот, «Табор уходит в небо», это советский фильм, тоже не один раз смотрели. Вот, потом, какие мы ещё фильмы смотрели, сейчас уже столько лет прошло, я уже даже забываю. Вот. Там, ещё в советское время, наверное. Иван Васильевич. Иван Васильевич меняет профессию, да, вот эти вот советские конкомедии. Бриллиантовая рука. Бриллиантовая рука, да, вот эти вот, это, да, фильмы, они до сих пор ещё есть, и мы с удовольствием смотрим. Вот, и как бы тот, тот, мы смотрели, и сейчас с удовольствием смотрим, даже пересматриваем. Да, я постоянно смотрю канал «Дом кино», там постоянно крутят эти фильмы, не по одному разу, в общем, всё время повторяют. Нет, дело в том, дело в том, что вот, когда мы были молодые, там как-то время, мне казалось, что движется медленнее. Сейчас, значит, я работаю, я на пенсии работаю, я прихожу, там нет, конечно, понятно, что это дом, квартира, сборка, приготовить. Вот. И как-то кажется, что время движется гораздо быстрее. Вот. Это что, как вот раньше казалось, был день, это неделя, и сейчас пролетает неделя, как один день. Один день – это как день-час. Почему-то, чем старше становишься, как-то вот это вот время, оно как-то бежит быстрее. Да, вот и успеваешь меньше. У меня мама тоже так говорит. Успеваешь меньше. Вот сейчас больше устаёшь, и как-то вот то, что вот я говорю, что я могла сделать за один день, вот сейчас это я уже за один день не могу это сделать. Мне, у меня уходят на это, допустим, два дня, полтора дня. Угу. Да, время быстрее бежит. Время вперёд. Время вперёд. Да. Бани раньше запрещались, это были просто маленькие домики, были участки очень маленькие. Почему запрещались бани? Потому что, ну, в целях противопожарной безопасности, наверное. Потому что участки были очень маленькие, участки выделялись по три сотки. Это дома-дома, представляете, еще бани-бани-бани, это противопожарная безопасность. Угу. И как долго нужно было проработать на предприятии, чтобы получить дачу? Ну, допустим, во-первых, надо было себя хорошо зарекомендовать, чтобы это не было нарушений. Вот это не было, чтобы нарушения там. И, ну, два-три года там тоже участки покупали, предприятие покупало и выделяли, распределяли. Это и члены профсоюза. Тогда раньше профсоюз был. Вот. Распределяли. И понятно, что кто подольше работает и хорошо работает, чтобы не было нарушений. Ольга Михайловна, еще многих очень наших зрителей интересует такой вопрос, такой немножко, может быть, неудобный, про советскую эпоху. Многие думают о тотальном контроле, о какой-то тотальной цензуре, которая существовала в СССР. Что нельзя было говорить открыто, свое мнение высказывать. То есть не было свободы слова. Было ли такое? Ну, не знаю, я, конечно, с этим не сталкивалась, но, может, оно и было. Но я, вот я лично за все, за весь период того времени, я не столкнулась с тем, чтобы мне кто-то что-то запретил. Такого не было. Это просто не было. Вот. Мы могли говорить то, что мы думаем. Мы могли говорить то. Мы учились, мы высказывали свои мнения. Нас никто не ограничивал. Нас никаких препятствий каких-то точно не было. Я не знаю, может, где-то я не игрую. Но я с этим тоже. Я с этим не столкнулась. А что насчет медицинского обслуживания? Какое оно было? Вот, медицинское обслуживание, оно, конечно, было на менее, так скажем, должном уровне. Когда, может, даже такого оборудования не было, как сейчас. Но оно было все бесплатное. Мы никогда не сталкивались с какими-то конкретными платными услугами. И там что-то крыки приезжали, приходили, обслуживались. И это было все бесплатно. Это все бесплатно было. И вот очень хорошо. И это я даже в советской эпоху вспоминаю. Потому что, вот, допустим, сейчас услуги стоматолога, они тогда были вообще... Тогда вообще понятие платных услуг, его вообще просто не было. На тот момент их просто не было. Вот, а сейчас вот... Ну, то есть очереди были в больницу? Допустим, вот, вы заболели? Ну, вот, какая-то простуда или грипп? Что вы делали в таком случае? Вы записывались на прием, звонили в больницу или вызывали врача на дом? Да. Как это происходило? Вот. Тогда на тот момент было несколько вариантов. Если у тебя очень высокая температура, вот, и можно было пригласить врача на дом позвонить, вот... Быстро приходил, да? Быстро. Быстро приходил. Вот. Можно было просто идти в поликлинику. Тоже там была внутри человека очередь, допустим, и там карту подобрали тебе и направили к терапевту, потому что терапевт узнает, знает, куда, кого направить. Вот. И... Ну, то есть очередей в поликлинике не было? Ну, таких больших очередей не было, но в то же время в эпидемии они тоже были. Вот эпидемия гриппа, вот, вот, когда таких болезней, как сейчас, их не было. Вот эпидемия гриппа или урви, урзе, вот, они были, но небольшие. Небольшие. Угу. Я даже как-то работала на Ижевском автомобильном заводе, там тогда мастером, и у меня заболела ангиной, и была эпидемия гриппа. Вот. И у меня была очень высокая температура, я приехала, мне поставили укол, и меня доставили просто в скорую помощь домой. Это было так. Это действительно было так. Я нисколько не преувеличиваю, нисколько не придумываю. Это было реально так. Но скорая тоже быстро приезжала? Скорая быстро приезжала. Да. Потому что сейчас иногда ждёшь скорую, она там часто уедет. Ну да. Сейчас, ну, может, сейчас просто люди начали чаще вызывать, когда, может, чаще обращались, с нами как-то ходили. А сейчас вот, может, момент уже, то, что люди просто вызывают скорую, понятно, что на каждого человека нет ни одной скорой, что на каждого человека не может быть скорой. Может ли это быть связано с тем, что раньше у них здоровье было лучше, а не спортом занимались? Нет, я сейчас вам... Спортом — это да. Я расскажу про себя. Мы жили в деревне, и то, что у нас иммунитет был, это вообще на высоком уровне. Сейчас мы просто реально обленились. Мы тогда делали профилактику. У меня бабушка, если у меня насморк или что-то простуда, это баня была. Это была баня реально. Это в тазик наливали воды. Там горячие травы. Там что-нибудь парили, ноги натирали. И всё это была народная медицина. Сейчас она практически уже, ну так скажем, уходит. Потому что мы сейчас просто реально обленились. Я даже вот сейчас сама, вот нет, чтобы сделать какую-то там профилактику, подышать травами или что-то. Я пошла в аптеку, купила таблетку, всё, до свидания. Мне проще, легче. А тогда просто делали профилактику. И мы, конечно, не было компьютеров. Какие там телефоны, господи? Не было компьютеров. Мы там вот сидели. Мы, конечно, большую часть времени проводили на улице. Проводили на улице. Мы могли себе позволить выдернуть морковку, там её вот так вот вытереть. Иммунитет был на высшем уровне. А сейчас мы просто реально, мы его просто убили. Вот потому что мы сейчас обленились. И, так скажем, профилактикой практически мы не занимаемся. Ну сейчас вот мы, вот внук у нас сейчас ходит, спортом занимается. А у нас большая часть времени и спортом занимались, и лыжами, и санками, и горки были, и снежки лепили. И вообще мы были, у нас иммунитет был вообще там, не знаю, на каком уровне. Физкультура была обязательным предметом? Да. Вот в техникуме выучили. Да. Физкультура была обязательным предметом. Там были нормы ГТО. Там мы, значит, были прыжки в высоту, в длину. Бег был. Прыгали в опилки. Там яма была такая, там в опилке напуганная. Вот. И там шест. Лыжи были обязательные. От этого никто не отлынивал. От этого это было обязательно. Но мы и не болели. Сейчас такого нет. Сейчас такого нет. Сейчас такого нет. Это правда. Мы тогда, я говорю, вот то, что и высоту прыжки в высоту, и ещё раньше был так называемый козёл у нас. Да, да. На матах. Знаменитый козёл. Знаменитый козёл. Это через него мы прыгали на матах. Это же очень сложно. Нет, это было не сложно. Ну, может, у нас страха на тот момент не было. Мы ставили вот так руки и перепрыгивали. Вот. Там были маты, стелили, чтобы там какую-то травму не получить. По канату. По канату. И преподаватель придерживал твою руку, и вот перепрыгивали через этот козёл. Назывался он так. По канату тоже поднимались. Вот. И лыжи были обязательные. Зимой на лыжах, а очень весной это мы вот в спортзале. Ольга Михайловна, покажите, пожалуйста, нам свой участок. Да, пожалуйста. Расскажите, что у вас растёт здесь? Так, мы выращиваем овощи для себя. Это продукты. Для себя, то есть не на продажу, правильно? Не на продажу. Нет. Это вот у нас вишня. Это у нас черешня. Там в углу у нас малина чёрная. Кабачки. Кабачок мы уже сегодня один сняли. Картофий. Один – это чёрная смородина. Там жёлтая слива. Это ягоды. Вот они у нас. Ещё хотела спросить про пионеров. Вот когда вы учились в школе, наверняка, я уверена, что вы были пионеркой. Да. Я не только была пионеркой, я была и октябрёнком, я была пионеркой и была комсомольцем. Я даже до сих пор, вот я на работе, мне уже 60 лет, я вот прихожу, начинаем что-то вспоминать советскую эпоху. Я говорю, до сих пор помню клятву пионера. Я даже могу сейчас вот вам сказать. Это очень интересно. Вот там был такой текст, прежде чем тебя принять пионеры, вот, и там надо было давать клятву. А когда вступали к консомольцы, там был устав. И они в октября принимали просто по возрасту. А сейчас вот я говорю, я даже помню до сих пор эту клятву пионеров. Я, вступая в ряды... Да-да, очень интересно. Я там, Ольга такая, вступая в ряды советской пионерской организации, и торжественно клянусь, быть горячо, любить свою родину, жить, учиться, жить, учиться и горячо любить свою родину. Вот. Это такие прекрасные слова. Особенно горячо любить свою родину. Да, да. Мы очень, я говорю, вот, я была маленькой, родители, развелись с Украиной, я там уже, ну, как, там помню некоторые моменты. А так я живу в России, вот. Мне нравится, я привыкла, и меня всё устраивает. Но мы же одна страна всё равно. Ну да, мы одна страна, да. Сейчас, к сожалению, запыли всё об этом. Да, да. Сейчас вот как-то вот это всё даже жалко. Вот. И, ну, я думаю, что всё вернётся. Да, я тоже очень надеюсь, что однажды наша советская общность, она восстановится всё-таки. Так что вот, я ещё говорю. Там пионерскую пляту даже давали вот тогда. Я, там, в Сомольске, да, это там устав тоже. Там были, там задавали вопросов. И мы учились в деревне, и мы ездили в район, где вот это вот нас сначала принимали в школе у себя. Это было, ну, как типа экзамены. Там тоже задавали вопросы. А потом мы ехали... Ещё не просто так стать комсомольцем. Да, да. А потом мы ехали в район, ещё там в районе задавали вот эти все вопросы нам задавали. И только после этого получали комсомольский билет и значок в комсомольский. А что вы делали, вот, ну, вы стали комсомольцем, да, хорошо. То есть потом как комсомольская деятельность разворачивалась? Что, как бы, предполагала она эта комсомольская деятельность? Ну, я была на тот момент, я уже был, как называется, вот. Там я была, ну, тех, председателя вот этой комсомольской организации. Я там надо было ещё, ну, заплатили по две копейки в советские времена. Вот, наклеили наклейки, и вот у нас была ответственность. Вот, мы и помогали и пенсионерам, и пионеры помогали пенсионерам, вот, инвалидам. Помогали, там, дрова колоть, допустим, какие-то там воды принести, какие-то там услуги. Ну, это то есть то, что сейчас называется волонтёрами, это делали пионеры и комсомольцы, да. Вот, потому что пионеры, они были маленькие, они какую-то посильную работу делали, а комсомольцы, это мы уже попали в седьмом классе. Это было где-то 14 лет, вот. И у нас уже силы было побольше, мы могли какие-то работы выполнить, и помочь это уже потяжелее, так скажем. Вот, это сейчас вот волонтёры, а тогда были пионеры-комсомольцы. И это же так здорово, что с малых лет, да, вот, когда пионером становятся? После третьего класса, да? В третьем классе. В третьем классе, да. Да, и, то есть, ребёнок, он, по сути, ещё ребёнок совсем, да, и он уже начинает помогать, и это так престижно, правильно? Да, и дело в том, что у нас на тот момент нас никто не принуждал, никто не принуждал, никто не заставлял. Мы это делали просто добровольно, вот. И вот мы просто вот шли и помогали, мы знали, мы жили в сельской местности, где там кому надо помочь, потому что были бабушки-одиночки, вот, были там инвалиды, и нас никто не заставлял, нас никто не принуждал, ни школа, ни родители. Мы просто вот собирались с группами и шли и помогали. И нам было как-то это интересно, и мы ещё металлум собирали, ещё макулатур собирали, всё это сдавали. Это советская эпоха. Да, чувство долга было. Да. Правильно? Ну, с другой стороны, и порядок наводили всё-таки и помогали. Помогали пенсионерам, помогали там одиноким людям. Да, это правда. Тогда воды и водопородов не было, скважин не было, воду носили с колодцев. Это надо было флягой, там бочкой какую-то там поместили, там что-то, вёдрами по полу, да, помогали и носили, да. Это правда. Но никто не принуждал. Это мы делали добровольно, и это нам очень даже нравилось. Это, по сути, мы, это было практически как вот, то ли не праздник, но вот это какое-то мы то, что сделали и помогли, это было для нас. Это радостно было. Радостно было. Да. Да, это было, да, действительно, что мы там какую-то помощь оказали. У нас, я говорю, никто не принуждал. Мы это делали добровольно. И даже, наверное, соревновались, кто больше поможет. Да, хотели, хотели, да, хотели. Хотели, это нам нравилось. Ну, вот это в деревне вы рассказываете, что носили воду с колодца, да? Да. А вот когда вы жили в городе, как сильно отличалась жизнь городского жителя от сельского жителя? Ну, да. Это, во-первых, водоснабжение, отопление, транспорт. Вот если в деревне надо было всё ходить пешком, а там уже был транспорт. А в городе вы жили в общежитии? Да. Да, в общежитии. Общежития были все бесплатные. Общежития там, за общежитие денег не платили. Кто учился, учился в вузах, училищах, техникумах, профтих училищах. Общежитие было бесплатное. Какая была жизнь в общежитии? Сколько у вас было человек в комнате? Как вы там жили? Да, копты были разные. И были два человека, и четыре, и семь, и девять человек. Все были разные. Здесь у нас помидоры. У нас есть бассейн, здесь зона отдыха. У нас участок шесть соток. Вот, это бассейн, баня. Помидоры выращиваем для себя. Это у нас базилик, укроп свежий. Вот, это вот моя гордость. Это вот плетистая роза. И вот это вот растение называется, молочка называется коника канадская. Это перца. Это болгарские. Вот они у нас уже какие большие, красивые. Вот они у нас уже такой хорошей зрелости. Вот перчики. Вот перчики. Вот они у нас. Красавчики. Правда, что у вас халапеньо растет? Да, у нас есть халапеньо. Мы выращиваем халапеньо, перцы. Что вы с ним делаете потом? А мы маринуем. Маринуем и кушаем. Чили перчик. Вот мы наворачиваем вот это халапеньо. Вот эти острые вот они, халапеньо наши. Вот мы уже их снимали, мы уже мариновали, мы их кушаем. Вот. А вот это перчик чили, очень острый. Его так просто и покушаешь. Вот. С ним делаем красный перец. Это звание 10 классов. И мы в 9-10 классе, мы ездили на уборку картофеля. Вот. Это было тоже, это был реально праздник. Приходил автобус. Мы там с ведрами трактор копал, а мы там собирали. Картофель этот. И этот носили в трактор. Там были эти. Приемщики, они принимали. Это был реально праздник. Потому что, ну вот все, сегодня мы пошли, там в школу, и завтра уроки учить не надо. Да, да, да. Но завтра учить уроки не надо. Вот. А когда студенты были, нас отправляли в деревню. Ну, как отправляли? Мы ездили в деревню, и там жили в частных секторах, и помогали убирать картофель, лук, морковь. И мы приезжали, вот эти нам готовили, эти хозяева нас размещали по домам. Это было не общежитие, это были дома, и нас по несколько человек, там каждая семья принимала. Там 2-3 человека, в зависимости от дома, там возможности каких-то. Вот. И мы там собирали картофель, убирали, помогали. В совхозе. Потому что садили много картофеля, кушали тоже много. Сейчас мы уже гораздо меньше кушаем картофель раньше. И это тоже было обязательно, да? Нет. Для студентов, для студентов это было обязательно. Для школьников нет? Нет, для школьников нет. Но все школьники с удовольствием, либо от домашних, там, таких хлопот тебя освободили. Ну, понятно, что мы лишь бы не уроки делали. Да, лишь бы не уроки делать. А студентов, да, нас направляли, ну, понятно, что были ограничения, у кого по состоянию здоровья, их не направляли. Вот. И кто здоровый, крепкий, мы даже сами, ну, мы даже нравились, освобождали от учебы. Вот. И мы там жили. Мы жили 2-3 недели. Ну, не утомительно это было? Нет. Не утомительно? Мы, если уставали, у нас были технологические перерывы, как сейчас так называют. Мы там пекли картофель, мы сидели, отдыхали. У меня даже есть фотографии, где вот там вот на этих картофелях, на картофельном поле. Нет, это было не утомительно, это было интересно. Потому что там очень много было молодёжи. Потому что с друзьями всегда интересно. С друзьями, девочки, мальчики, и ещё были с других вузов. Это целый, вообще вот это был целый праздник, потому что это были не только с одного вуза, это были с нескольких вузов, техникумов, и вот помогали убирать картофель колхоза. Колхозов не было, уже совкоза были. Есть ли у вас печка в доме? Давайте пойдём посмотрим. Печка у нас есть. Есть ли в доме печка? Да. Сейчас мы идём. Есть ещё, может, посидеть, месяц, столик. Да, очень красивый, уютный домик. У нас маленький, но вот такой вот у нас печка. Приезжаем. Так, зимой. Вот она печка. Вот они у нас, наши валенки, которые мы сушим летом, зимой мы их носим. Валенки наши. Куда без них, нам зимой никак. Вот есть валенки. То есть спокойно можно жить в вашем доме зимой, да? Да, да. В нашем доме можно жить зимой, проживать. Вот видите, как на даче тоже зимой можно жить. Да, можно жить зимой. Тоже интересный вопрос, всех интересует всегда. Как знакомились? Как заводили отношения? Сейчас вот в интернете многие знакомятся. А как вот это происходило в Советском Союзе? Ну, в Советском Союзе я хочу вам сказать, что, во-первых, учились в школах, знакомились. В техникумах, в институтах, по интернету, тогда интернета вообще не было. Такого понятия не было, телефонов не было. Знакомились и на дискотеках, и в общежитии, и в транспорте знакомились, и когда приезжали к родителям там в электричках, там как-то знакомились. Но по интернету тогда просто не было. Ну, то есть это было не, не было чем-то таким странным. Вот если в электричке к тебе подойдет молодой человек, что-то спросит. Нет, вот, допустим, я жила в деревне, училась, да, и ездила на электричке, и, допустим, подойдет молодой человек, или там из девочки, мальчики, вот, и говорит, здрасте, ну, здоровались, естественно, спрашивали, как тебя зовут, ты где живешь, где учишься, он сядет, ну, говорил, а, можно с тобой встретиться? Вот так было. И потом, как вы, ну, телефонов, наверное, тоже не было? Телефонов не было. Телефонов не было. Вот, назначали, там, говорим, вот, в какой-то остановке трамвайной или автобусной. Такого-то числа во столько-то. Такого-то числа во столько-то. Это, допустим, 18 часов вечера. Вот, и я буду в красном платье, или там, в каких-то туфлях, там, или в зеленых штанах, там, в каких-то, там, брюках. Вот так друг друга узнавали. И он приходит, ждет. Да, ждет. А она не пришла. А она не пришла. Или она пришла в другой одежде. Или она передумала. Или передумала, или было такое, что пришел человек в другой одежде, и, ну, смотри со стороны, как он выглядит. Да, да. Понравится или не понравится. Если понравится, подойдешь, скажем, извини, вот я, у меня другой стиль одежды. Какой-то цвет брюк, или там, платье, брюки, блузки, или плаща. Да, телефонов не было. Телефонов не было. Да. А телевизоров, конечно, тоже не было сначала. Когда вот у вас первый телевизор? Первый телевизор у нас появился, мне где-то было, это если, где-то в 68-м году. Ну, это был черно-белый телевизор, рекорд 210 назывался. Вот. И к нам приходили все соседи. Они приходили со своими табуретками, потому что у нас столько человек не было, табуреток не хватало. Они садились на табуретки. А мы дети тогда, на тот момент, ну, вот мы ложились вот так, как с телевизором. Первая программа, вторая программа. Там не было никаких пультов. Это было надо переключить и смотреть то, что показывают. Балет, если балет, смотрят все балеты. Если хоккей, смотрят все хоккей. Вот. Выбор такого, как сейчас, там тысячу программ, такого не было. Каналов там тысячу, было два канала. Первая, вторая программа. Ну, смотрели новости и вести. Голубой огонек, это вообще традиция. Это новогодняя традиция. Голубой огонек, это было вечером. Смотрели, смотрели. Очень нравилось фигурное катание. Хоккей смотрели, футбол смотрели. Новости смотрели. И балет смотрели. Даже вот маленькие были, понимаем, не понимаем, все равно смотрим. Все смотрят, и мы смотрим. Ну да. А что еще делать-то? Ну, книжки, наверное, читали. Книжки читали, да. Да, у нас было две библиотеки. У нас это была школьная библиотека и была сельская. Вот. Да, читали книги. Интересная деталь – ковер на стене. Расскажите, пожалуйста, почему у вас ковер на стене? Ну, это так, советская эпоха, ностальгия по советской эпохе, так скажем. Так. Это ностальгия по советской эпохе. Вот это есть ковер. Сейчас уже таких нет, и поэтому, ну вот, это я говорю, просто ностальгия. А почему в Советском Союзе ковры на стенах висели? Ну, не знаю, это то ли, я не знаю, можно сказать так, что признак достатка. Ну, то есть в качестве украшения больше? В качестве украшения. Или в качестве утеплителя все-таки? В качестве украшения все-таки было. А еще я заметила у вас здесь вот такой вот старинный комод. Да, это комод старинный, он 60-го года выпуска. Это комод дубовый, настоящий, из настоящего дерева. Я вижу, даже они на ключик могут закрываться? Да, они могут закрываться на ключик, но это раньше, может, что-то там какие-то вещи укладывали, что закрывали. Да, вот так, ключики, да, есть. Ну что, большое спасибо, Ольга Михайловна, за столь интересный рассказ. Я думаю, сегодня мы узнали очень много о Советской эпохе. Если вас еще интересуют какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. И мы обязательно, может быть, еще раз встретимся с Ольгой Михайловной или еще с кем-то. Мы можем не только встретиться, мы можем даже вас пригласить в гости. Там, в город Ижевск. Да, приезжайте в гости. Посмотрите, как сейчас живут русские люди. Ну, конечно же, подписывайтесь на наш канал и продолжайте изучать русский язык. Удачи вам. Бог хорошего. Пока-пока. Пока. Мы вас любим. Пока.